Сяоми, Эппл, Фортнайт, Вива, Хуауэй. Сегодня будет 4 новости из мира технологий и одна из мира видеоигр. Будет интересно и познавательно. Привет, Ютуб, был здесь и это новый выпуск MadNews на канале Stupid Mad World. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы посоветовать вам отличный кэшбэк-сервис Letyshops. В каталоге сервиса просто какое-то безумное количество различных магазинов, с покупок на которых вы сможете вернуть часть своих денег. Сам лично пользуясь этим сервисом, доволен как слон. А потому то, что радует меня, советую и вам. Все ссылки в описании. Начать хотелось бы с самого горяченького. Вчера был представлен новый смартфон от компании Xiaomi. Ну, или почти новый. Решайте сами. Вчера компания показала в Китае очередной смартфон в линейке Redmi. Redmi Note 5. Но не спешите радоваться новому анонсу. По сути, этот смартфон является братом-близнецом смартфона Redmi Note 5 Pro, который месяц назад показали на презентации в Индии. Ну, почти братом-близнецом, так как там все же есть небольшие отличия. Но об этом чуть позже. В качестве процессора в Redmi Note 5 используется Snapdragon 636. Оперативной памяти 3, 4, либо 6 гигабайт. В то время как внутренней памяти две вариации. 32 и 64 гигабайта. А вот дальше начинаются отличия. Во-первых, камеры. Основная камера состоит из сенсоров 12 и 5 мегапикселей. Апертура у 12-мегапиксельного модуля составляет f1.9 вместо f2.2 у Note 5 Pro. Фронтальная камера имеет модуль на 13 мегапикселей, а не 20, как все у того же индийского собрата. Также в устройстве в качестве разъема используется USB-C, а поставляться оно будет с MIUI 9 на базе 8-го андроида. Цена за самую младшую версию составляет 173 доллара, за среднюю – 221 доллара, а за старшую – все 268 долларов. В продажу смартфон поступит 20 марта. Ну, не знаю, компания не представила чего-то по-настоящему особенного в этой презентации. Да более того, даже в Индии компания не показала чего-то сверхъестественного. Xiaomi Redmi 5 Plus. Как по мне, именно этот смартфон все еще держит планку самого достойного бюджетника от компании. Просить высказать свое мнение на сей счет я вас не буду в комментариях, потому что вы меня и так любите сами этим очень сильно заниматься. Я могу быть не прав, но, по-моему, компания Apple давно-таки не показывала каких-либо презентаций весной. Все WWDC летом до презентации айфонов осенью. Но, по всей видимости, компания решила вернуться к прежнему формату и буквально через полторы недели проведет новые мероприятия. Интересно, что же компания покажет? Как ни странно, на этот раз все максимально очевидно, как по мне. Во-первых, презентация будет проходить не в новом, только открывшемся кампусе Apple, а в старшей школе в Чикаго. Во-вторых, в последнее время активизировались слухи о новом бюджетном ноутбуке от Apple за 800-900 долларов, который должен прийти на замену старейшему MacBook Air. А также о новом iPad, который должен стать еще более доступным за счет цены в 260 долларов. Все это нам намекает, что компания нацелена уделить внимание на свое мероприятие вопросу устройств для студентов, образованию и прочим аспектам, никак не связанным с новым iPhone. Хотя нет, почему же? Возможно, в рамках все той же презентации будет представлено новое поколение сверхуспешного смартфона iPhone SE, который также может быть отличной покупкой для студентов школ и вузов. Само мероприятие должно пройти 27 марта. MadNews будет держать вас в курсе событий. Еее, новая презентация от компании Apple. Хотя, какое Е? В последнее время это была скукотища какая-то, а не презентация. Что осенью, что летом. Но мы, в свою очередь, с всей командой SMV попытаемся что-нибудь придумать и, возможно, даже привести трансляцию. Но так как это не точно, Максу все-таки ни слова. Помните, на днях я рассказывал про игру Fortnite? Она еще побила какое-то неимоверное количество рекордов, в том числе и по количеству одновременно находящихся в ней игроков. Ну так вот, она побила еще один рекорд. Игровое сообщество буквально взорвалось на днях. А всему виной оказался популярный стример-ниндзя, который решил запустить трансляцию игры Fortnite в честь двух знаменательных для себя событий. К достижению 100 тысяч подписчиков на Twitch и того, что его зафрендил Дрейк в Инстаграм. Для тех, кто в танке, Дрейк — это один из самых популярных исполнителей нашего времени. И вот, ниндзя позвал Дрейка на свою трансляцию, чтобы вместе сыграть в Fortnite. И это вызвало такой шум вокруг сеанса, что в определенный момент количество онлайн-зрителей достигло 607 тысяч человек. И этого оказалось достаточно, чтобы стать новым рекордом Twitch'а. Помимо самой игры, Дрейк и ниндзя обсуждали много всего разного, в том числе и вкусовые предпочтения артиста. В итоге Дрейк признался, что в принципе не имеет ничего против фрукта-раздора в пицце, тем самым подтвердив, что пицца с ананасом в его вкусе. К чему это было сказано? Ответа я не знаю, но это уже совсем другая история. В то время как наши артисты ничего дальше Инстаграма не видят, и занимаются это там по большей части дешевым нарциссизмом, американские исполнители просто идут в отрыв. Я мог бы, конечно, вспомнить про Маликова, который и на версту сходил, и видео на YouTube снимал, но это все равно не то, потому что он угасшая звезда. До презентации Huawei P20 осталось всего ничего, но несмотря на это умудрились сприть кое-что очень важное, одну из ключевых особенностей этой презентации, а именно фотографии, сделанные на новое устройство от компании. В распоряжении CNET оказались снимки, сделанные на неизвестные устройства компании Huawei. К счастью, кадры включают EXIF-данные, что подтверждает их подлинность. Согласно EXIF-данным, снимки были сделаны 23 февраля этого года на смартфон Huawei EML-AL00. Из предыдущих утечек мы знаем, что EML означает Emily, кодовое название P20. Фотографии, конечно, шикарного качества, но мы все понимаем, что сделаны они были в идеальных студийных условиях. А значит, у нас с вами такие снимки на P20 вряд ли получатся. Так что все еще ждем презентации, чтобы получить на руки смартфон и сделать собственные тестовые снимки. По имеющимся данным, Huawei P20 получит двойную камеру с основным 16-мегапиксельным модулем со светосилой f1.6 и вторым модулем с диафрагмой f2.4 для оптического зума. В P20 Pro будет еще один сенсор, но для чего он нужен, пока что неизвестно. Компания Vivo является чем-то по-настоящему интересным и инновационным. Не зря именно она смогла выпустить серийное производство первый смартфон с сенсором отпечатка пальцев под экраном, либо же первый по-настоящему безрамочный смартфон с 98% покрытием передней панели экраном. Но даже такая компания, к сожалению, иногда делает какие-то непонятные вещи. Например, представляет Vivo V9, который будет с челкой, как у iPhone X. Индийское подразделение Vivo преждевременно раскрыло сведения о смартфоне V9, запуск которого ожидается на следующей неделе. Утечку устранили, но скрешот остался. Из утечки следует, что устройство имеет экран 19 к 9? Да-да, я не ошибся, именно что 19 к 9 с вырезом в верхней части. Чип Snapdragon 626, в то время как ожидался 660-й. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной памяти, слоты по две симки и выделенный слот microSD, двойной модуль основной камеры на 16 и на 5 мегапикселей, фронтальную камеру на 24 мегапикселя. Также заявлено Android 8.1, лёгкое переключение между приложениями и различные программные улучшения для камер. Стоимость смартфона, к сожалению, неизвестна. Интересный получился аппарат. Если ещё компания не прогадает с ценовой политикой, то я думаю, это будет вполне работоспособный конкурент таким мастодонтом уже рынка, как Redmi 5+, и менее мастодонтом, но всё же M6S. Ну а на этом сегодня всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних событий на канале. Ну всё, пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok